Новости региона в эфире канала ПС, студия Артемий Заварзин. Добрый день. Ритуальный скандал разгорелся в Приморском районе. У стен крематория в Рикосихе было снято видео, которое заинтересовало надзорные органы и взбудоражило интернет-сообщество. Сотрудников крематория обвинили в том, что на помойку они выкидывают человеческий прах. Мой коллега Михаил Меньшинин выяснил, что же все-таки происходит в областном крематории. Эти кадры сняты возле Архангельского областного крематория примерно месяц назад. Автор видео утверждает, что в мешках находится человеческий прах. Якобы после кремации тела пепла остается больше, чем может вместить погребальная урна. И сотрудники крематория просто выкидывают излишки вместе с мусором. По данному факту Приморская прокуратура уже начала проверку. В ходе мониторинга средств массовой информации проводимого прокуратурой области 14 июня текущего года была обнаружена информация о ненадлежащей работе Архангельского крематория. В связи с чем Приморской межрайонной прокуратуре поручено организовать надзорную проверку, которая в настоящее время проводится и результаты которой взяты руководством прокуратуры области на контроль. Директор учреждения Иван Туфанов утверждает, появившаяся в интернете информация, наглая ложь и к любым проверкам в крематории готовы. На территории учреждения сейчас идут строительные работы и пепел, по словам Туфанова, на самом деле является газобетонной пылью. У нас много строительного мусора остается, да, как вы видите, мы строим из газобетона, белый гипсовый материал, много крошки, остатков, также все это в мешках, в пакетах, возможно, на видео именно это и было. В распространении дезинформации руководство крематория обвиняет своего бывшего сотрудника. Говорят, уже после его увольнения выяснили, что родственники автора видео работают в конкурирующем ритуальном заведении Архангельска. Оно снято нашим бывшим сотрудником, который был уволен за неоднократное нарушение трудовой дисциплины. Вот, видимо, это просто месть своеобразная, ну, с поддержки, наверное, чьей-то, да, то есть у нас есть недоброжелатели. Государство позаботилось о том, чтобы никакого лишнего человеческого праха после кремации не оставалось. Все останки помещают вот в такую стандартную урну. Ее размер в соответствии с ГОСТами от двух с половиной до трех литров. Количество праха, оставшееся после кремации взрослого человека, составляет как раз два два с половиной литра. Если же прах забирать некому, сотрудники крематория помещают ее в специальный бункер, так называемое поле памяти. Михаил Меньшенин, Александр Кузнецов, Владимир Орлов, Архангельское телевидение. Четыре района Архангельской области получат на ремонт дорог дополнительные деньги, 65 миллионов рублей из регионального бюджета. Больше всего областных средств 40 миллионов рублей достанется в этом году Онежскому району. На эти средства планируется обновить дорожную сеть в районном центре. Почти 18 миллионов рублей будет направлено на ремонт дорог в Мирном. 4 миллиона в селе Лишуконское. Еще почти 3 миллиона получит Вельск. Это дополнительная большая помощь муниципальным образованиям. И на территории четырех муниципальных образований будет отремонтировано 10,5 километров дорог. Мы уверены, что данные мероприятия по ремонтным работам будут осуществлены в текущем году в благоприятный период. До сентября месяца. Всего из регионального дорожного фонда было выделено 165 миллионов рублей. Из них 100 миллионов получил Архангельск. В список дорожного ремонта вошли 8 улиц, в том числе Гагарина, Урицкого, Комсомольская и Никитова. Работы по благоустройству в Архангельске вступили в следующую фазу. Началась повсеместная высадка цветов. У адмирала Кузнецова новые погоны. Возле доски почета Андреевский флаг. Так необычно в этом сезоне решено раскрасить Архангельск. В ближайшие дни цветами засадят более 4 тысяч квадратных метров. Естественно, эта работа стоит денег, но наш город надо украшать. И, конечно, хотелось бы, чтобы жители домов тоже активно включились в эту работу. Тем более устанавливается хорошая солнечная погода и положительная температура. К цветочим на севере особые требования. Они должны быть как минимум устойчивы к невысоким летним температурам, резким похолоданиям. Поэтому для украшения города используют районированные растения. У нас хорошо чувствуют себя бархатцы, цинерария, гациния. Они и будут задавать тон на многих городских клумбах. Плюсы очень большие, потому что они выросли в Архангельске в соответствии с погодой. Погода, видите, какая. И они пока еще немножко, как говорится, не в цвету. Это даже хорошо, потому что они наберут корневую систему и наберут цвет, уже на месте разовьются и будут радовать горожан, как говорится, до заморозков. В Архангельске сегодняшнего дня начинается прием заявлений на пятую смену в детские лагеря. В этом году нововведение. Для оплаты части стоимости путевки необходимо получить сертификат. При этом воспользоваться документом можно, если лагерь включен в официальный перечень организаций отдыха детей и их оздоровления. Он опубликован на сайте Министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области. За получением сертификатов родителям необходимо обращаться в районное отдело управления по вопросам семьи, опеки и попечительства. С подробной информацией о стоимости путевок, необходимых документах и местах выдачи сертификатов можно ознакомиться на сайте администрации Архангельска. 2017 год богат на юбилейные даты в Поморье. Сама область отмечает свое 80-летие. Несколько дней назад Котлас отгулял в честь своего векового юбилея. А в Каргополе 455 лет исполняется старейшему каменному храму. Христорождественский собор был построен при Иване Грозном. Храм должен был символизировать богатство и величие торгового города. Но сегодня в Каргополе бьют тревогу. Древние стены нуждаются в дорогостоящей реставрации. Более того, недавние геодезические исследования показали, под собором образовался глубокий карстовый провал. Средства на решение этой проблемы Каргопольскому музею взять неоткуда. Наша большая боль – это Христорождественский собор. Обратите внимание, он у нас в лесах. Уже много лет в лесах. Потому что финансирование идет нестабильно. Поэтому работы все время прерывают. За это время успевают устраивать проектные документации. Приходится снова ее разрабатывать. На все это необходимы дополнительные деньги. Вы видите, что у него и стены, вот уже штукатурка облезает. Здесь нужно проводить еще работу на кровле пределов. Самые большие работы – это, наверное, по иконостасу, поскольку там климат достаточно сложный внутри. Говорят, что несмотря на свой солиный возраст, Христорождественский собор до сих пор неисследованно хранит множество загадок для архитекторов, искусствоведов и краеведов. Запоздалая весна и не по-летнему прохладный июнь внесли коррективы в планы дачников. Многие на своих участках уже побывали, но высаживать, например, картофель не решились и не опоздали. Наши новодвинские коллеги убедились в этом, проведя небольшое садово-огородническое расследование. В 2015 году в Архангельской области было зафиксировано самое холодное лето века. Заморозки случались даже в июле. А вот лето 2016 года на удивление выдалось весьма жарким. Уже в конце мая многие жители по морю купались. Картошку начали садить с середины мая. Особенность этой зимы в том, что температурные перепады от плюсовых значений до минус 15-20 градусов создали четырехслойный слой наста. И из-за этого рано весной произошла задержка развития растений, потому что корни не могли дышать, долго таял снег. Хотелось бы сказать дачникам, что не следует спешить выбрасывать растения, у которых задержка в развитии почек. Это для этой весны нормальный период и следует подождать до конца июня, будут ли распускаться почки на ваших кустах деревьев. Особенно сильно обеспокоены задержавшиеся весной дачники и садоводы. Из-за погоды время посадок серьезно сдвинулось. Если в наших краях картошку обычно начинают садить в конце мая, то в этом году и в июне земля еще не у всех оттаяла. Посадки, естественно, сдвинулись. Вот частый вопрос по картофелю. Я хотел бы сказать, что картофель, посадку следует производить, когда земля прогревается не меньше плюс 8 градусов. То есть можно мерить специальные градусники почвенные, чтобы температура вашего конкретного участка была не ниже плюс 8 градусов. Тогда имеет смысл сажать картофель. Если, допустим, нет градусника, тогда ориентируйтесь на березу. У березы пошел лист, где-то в размере рублевого размера будет листочек. Можно смело сажать. Геннадий Иванов также отмечает, что все успеет вырасти, даже несмотря на то, что посадки в этом году поздние. На севере есть замечательное явление – это белая ночи. Они влияют на круглосуточный фотосинтез растений. Поэтому недостаток времени компенсируется. Теперь о новостях спорта. Зрелищно, сильно, эффектно. Именно так. В Котласе прошел первый в истории города открытый турнир по смешанным боевым искусствам. Александр Фомин с подробностями. Разные весовые категории, уровень подготовки и мастерства. В железной клетке встретились спортсмены по смешанным единоборствам из Котласа, Сыктывкара, Вологды, Вельска, Коряжмы и Великого Устюга. Для некоторых из них это мероприятие стало так называемым повышением квалификации. Участники, победители данного турнира могут получить путевку на более профессиональный уровень. Выход под эффектную музыку, короткое приветствие оппонента и сразу нелегкий бой. На ринге они непримиримые и агрессивные соперники. А в жизни приветливые и общительные люди, объединенные любовью к спорту. Ну вообще такие мероприятия очень полезны для развития спорта, для развития молодежи. Тем более в таких городах не очень развиты смешанные единоборства. Пускай молодежь приходит в залы, занимается, не обязательно смешанные единоборства. Кто-то борется, кто-то бегает просто, велосипед крутить, подтягиваем турники. Здоровый образ жизни. У нас в Котласе такого не было. Это, ну, так сказать, впервые такое. Очень много народу пришло, всем интересно. Котлашанин Дмитрий Старцев занимается смешанными единоборствами всего 4 месяца. Попробовать свои силы на открытом ринге стало спонтанным решением. Бой начинающего спортсмена оказался одним из самых зрелищных. Результатом двух раундов стал технический нокаут соперника из Сыктывкара. Несмотря на изменчивую пасмурную погоду, мероприятием остались довольные зрители. В начале каждого боя толпа затихала, в конце хор аплодисментов и крики поддержки слышались со всех сторон. Мы хотели съездить, посмотреть, конечно, это все в Сыктывкаре. Очень круто, что это все показывается у нас, то, что можно это все вживую посмотреть. Замечательное мероприятие. Мы просто приехали в делегации города Сыктывкара вместе с этими ребятами. Поэтому не понаслышке знакомы с этим. Минир проводится, первый раз вообще такое событие. Мне очень нравится. Пацаны молодцы, выступают хорошо, показывают результаты. Котлов, видите, выиграл, я очень рад. Мне понравилось больше всего на данный момент тот, который сейчас произошел. Вот наш котловский спортсмен победил. Мне очень понравилось. Зрелищные бои перемежались с не менее эффектными танцами котловских коллективов. И зрители, и участники соревнования единогласно признали. Первый турнир по смешанным боевым искусствам стал отличным подарком к юбилею города. Итоги дня в 19.20 на канале ТВ-Центр. Я не прощаюсь и жду вас.